Здравствуйте! Сегодня среда, 18 апреля. В студии новостей Екатерина Егоренкова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Парламент рассмотрит вопрос о создании единой поместной православной украинской церкви. С такой инициативой выступил президент Петр Порошенко. В Харькове состоялась сессия городского совета. Мы, наша фракция и многие депутаты, мы не против того, чтобы присутствовали активисты на сессии. Возле здания мэрии прошли два пикета. В Золочеве капитально отремонтируют детскую музыкальную школу. Мы очень благодарны государству, потому что, наконец, поддержка мистерского света на таком уровне. Обновленные учреждения откроются осенью. Президент Петр Порошенко обратился к парламенту с просьбой поддержать инициативу создания украинской церкви, которая будет канонической, то есть признанной в мировом православии. Глава государства подчеркнул, что создание единой поместной православной украинской церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине. Инициативу главы украинского государства о создании автокефальной украинской православной церкви Верховная Рада рассмотрит в четверг. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что парламентарии поддержат этот вопрос. На встрече руководителей парламентских фракций в администрации президента Порошенко объявил, что будет обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской православной церкви разрешение о самостоятельности. «Якщо будет решение парламенту, звернение президента, звернение церковных иерархий, передам его всесвятности Вселенскому патриарху для того, чтобы оно было как наибольшим временем на соборе, в синоде, розглянуто. В этой ситуации, как на меня, очень важно, чтобы мы продемонстрировали единство церковную, единство народа и единство влады». На сегодня в Украине единственной канонической церковью, то есть признанной в мировом православии, является УПЦ Московского патриархата с митрополитом Ануфрием во главе. Решение президента обратиться к Вселенскому патриарху уже поддержало руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов, всех церквей. «Безумовно, каждый из вас понимает, что это абсолютно историчная события в истории нашей страны. Это не церковная события. Это события независимости Украины, которая происходит в очень непростые времена. Для того, чтобы мы имели, так как большинство православной церкви в мире, свою единую автокефальную церковь, церковь христианную, молитовную, поединенную с другими поместными церквами, но административно, аж никак независимую». Глава государства заверил, что единая поместная православная украинская церковь не станет государственной. Все верующие будут иметь право самостоятельно выбирать как храм, так и церковную юрисдикцию. Петр Порошенко надеется, что решение о предоставлении автокефалии будет принято в Константинопольской патриархии до 1030-летия крещения Руси, то есть до 28 июля этого года. Анна Симоненко, Медиагруппа «Объектив». Марионетки, потасовка, изменения в бюджет и новое КП. На сессии Харьковского гурсовета депутаты рассмотрели почти 70 вопросов. В заседании предшествовал конфликт на проходной. Активисты пытались прорваться на заседание сессии, а депутаты повздурили с охраной. Перед началом сессии у гурсовета два митинга. Один под партийными знаменами, второй с марионетками. Активисты Харьковской реформаторской коалиции, это объединение 16 общественных организаций, заявляют, что их уже год не пускают на сессии, несмотря на то, что каждый раз подают заявки. Вот марионетка, которой можно управлять, это как тот депутат, который поддерживает закрытый вход в гурсовет. Депутатам, которые против, мы хотим подарить этих марионеток, чтобы показать им свое отношение к данному вопросу. Депутаты от марионеток отказываются. Общественники заходят в здание вслед за мэром, но охрана на проходной не пропускает. Объясняет, их фамилии нет в списке, а количество мест в зале ограничено. Словесная перепалка завершается потасовкой. Не могут попасть в здание ни сотрудники, ни депутаты. Мы и наша фракция, и многие депутаты, мы не против того, чтобы присутствовали активисты на сессии. Но зал не резиновый. Есть комиссия, которая, кто будет на сессии, кто не будет, не могут всех желающих сюда заходить. Потому что иначе сессию надо проводить или на улице, или на площади свободы, там, где может собраться 100 тысяч человек. Также на сессии требуют отчета харьковских теплосетей и проведения независимого аудита предприятия. Повод аварии на магистралях. Улица Благодатная, на которой в этом году было более четырех прорывов, вот в феврале и в марте, ее капитально ремонтировали в 2017 году. И очень интересно, как ее так капитально отремонтировали, если она даже одного отопительного сезона после этого капремонта нормально до конца не достояла. Все аварии, так называемые, которые происходили во время отопительного сезона, являются штатными. На самом деле у нас износ сетей достаточно очень высок. То, что вы предлагаете провести аудит, для этого необходимо деньги. Всего в повестке почти 70 вопросов. Депутаты вносят изменения в программы и бюджет. 20 миллионов выделяют на строительство электродепо Алексеевская. И на 70 миллионов увеличивают расходы на содержание улично-дорожной сети. Также средства направляют на ремонт домов, центров социальных услуг и на возмещение стоимости лекарств. Кроме этого создают новое коммунальное предприятие «Городские ресурсы». Сейчас в Харькове уже порядка 70 ИКП. Деятельность предприятия не будет пересекаться с деятельностью департаментов. Работа с городской недвижимостью, прежде всего бесхозной недвижимостью, которая сегодня не имеет надлежащего баланса держателя, это как раз одна из основных функций предприятия, которая на сегодняшний день предполагается. Почетные грамоты городского совета награждают Алексея Каратеева. 15 апреля мужчина спас из горящей квартиры на Павловом поле двухлетнего мальчика и его дедушку. Я хочу пожелать вам всем, чтобы был каждый героизм у каждого из нас. И мы помнили, что чужих детей не бывает. Александр Фельдман-младший отныне не депутат горсовета. Он сложил полномочия по собственному желанию. Решением сессии на проспекте трактора строителей к новому учебному году откроют новый детсад, а 16-ю вечернюю школу ликвидируют. Также анонсируют первый общегородской субботник, который пройдет 21 апреля. Во дворах будут приводить в порядок детские и спортивные площадки. Санитарная очистка дворов после схода снега продолжается. Работа ведется как по уборке бросового мусора, так и других отходов, в том числе жизнедеятельности животных. У нас есть вообще специально отведенные места, которые определены знаками места выгула собак. И также вы знаете, что уже в городе организовано порядка 30 дрессировочных площадок. Масштабная уборка коснется не только территорий возле домов, но и парков. К участию в субботнике приглашаются все желающие. Двухмесячник «Зеленая весна» традиционно продлится до конца мая. Затем коммунальщики перейдут к комплексному благоустройству дворов, внесенных в план до дня города. Среди работ высадка кустарника и цветов. Елена Нагорная, Александр Лагутин, медиагруппа «Объектив». Представители Австралии реализуют в Харьковской области ряд проектов. Готовятся мероприятия в культурной сфере. В ближайшее время харьковчанам будет представлена экспозиция масок. Об этом во время встречи с руководством Харьковской области заявила посол Австралии в Украине Мелисса Урурк. По ее словам, на Харьковщине уже успешно прошли несколько совместных мероприятий. Речь идет о приезде одного из австралийских дирижеров, который сыграл в Харькове с молодежным оркестром и искусствоведческой выставке. Харьковский регион был среди моих приоритетов. Я хотела прежде всего сюда приехать. Харьков – второй повеличенный город в Украине. В нем происходит достаточно много разных событий и мероприятий. Ну и потом мне, конечно, было интересно, и поэтому я тоже хотела сюда приехать. Именно по той причине, которую вы уже указали, что вы единственный губернатор женщины в Украине. В отношении, в общем-то, начались не в самых приятных, благоприятных условиях в 2014 году после авиакатастрофы МИЧ-17. Но действительно, мы очень вам благодарны за все эти усилия, за всю эту помощь, которую вы указали. Завдяки прямой співпраце с международными представителями, а также с амбасадорами, мы можем рассказать о Харьковской области, донести ее потенциал, возможности, и тем самым активизировать двосторонние отношения. И наибольшим результатом является проведение и открытие новых производителей на территории Харьковской области, подписание реальных договоров и контрактов щодо співпрации с харьковскими предприятиями. В Харькове проходит международный форум по вопросам технического регулирования. На съезде выступили эксперты из Германии и Международной электротехнической комиссии. Состоялись панельные дискуссии. Подробности далее в сюжете. За 2017 год внешний торговый оборот товарами и услугами Харьковской области составил более 3 млрд долларов и увеличился почти на 12% по сравнению с предыдущим годом. Экспортные поставки промышленной продукции составили почти 1 млрд долларов или 84% от общего объема экспорта области. Из них треть поставки продукции машиностроения. Я могу навести примеры десятков предприятий, которые выходят на мировые рынки, которые показывают свои качества и стандарты Европы. В первую очередь это действительно все предприятия обороны. Надо отметить о том, что это 17 предприятий, которые находятся в Харьковской области, продукция которых сегодня распространена в принципе не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке. Малышева закончила один из громаднейших своих проектов. Это выпуск танкового плода, которые были переданы соответствующему государству в полном прекрасном качестве. Сегодня форум роль стандартов и технических регламентов для обеспечения устойчивого развития экономики Украины в условиях глобализации посетило около 300 участников. Среди них представители государственных предприятий, учреждения, организаций, бизнес-структур и ассоциаций. Съезд проводится с целью увеличения экспорта украинской продукции и развития экономики благодаря внедрению в Украину требований международного уровня и повышению осведомленности украинских специалистов и производителей о роли стандартов и технических регламентов. Заместитель министра экономического развития торговли Украины Юрий Бровченко отметил, что применение европейских стандартов – это модернизация производства, которая заключается в переоснащении предприятий. В этом году, например, завод имени Малишева, мы планируем ориентированно примерно 400 миллионов власти в переоснащение производства, чтобы повышать качество, повышать производство и повышать конкурентность наших предприятий. Мы уходим от обязательных процедур, мы постоянно развиваемся и уже к нам, знаете как, мы уже не административная услуга, к нам не стоит очередь, к нам приходят клиенты, которым нужна наша работа. Поэтому немножко поменялся подход от советской бумажки, в которой нужна бумажка с печатью, правильно? Подход поменялся в сторону документа и работы конкретно в направлении, которое улучшит качество. Мы ушли от стандартов и перешли в сторону, смотрим уже в сторону европейских регламентов. Во время форума состоялись панельные дискуссии по направлениям стандарта для конкурентоспособности, устойчивого развития, метрологии для развития технологий, механизмы преодоления технических барьеров торговли. Съезд начнет серию из пяти региональных форумов, запланированных Министерством экономического развития и торговли Украины на 2018 год. По итогам форума будет проведено совещание директоров региональных центров стандартизации, метрологии и сертификации с руководством Министерства экономического развития и торговли Украины. Юлия Бойко, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив». Зоны отдыха и детские площадки вместо паркинга оставлять автомобили внутри новых жилых кварталов запретят. Кроме того, изменятся правила парковки транспортных средств. Ольга Куриленко расскажет подробности. Министерство регионального развития Украины обновляет государственные строительные нормы. В частности, предлагает запретить парковку автомобилей внутри новых жилых кварталов. То есть разрешение на застройку будут выдавать при наличии в проекте паркинга, расположенного за пределами жилого микрорайона. В центральной исторической части города предусматривают только подземную парковку. Кроме того, предполагается размещение автомобилей за пределами города, в периферии. При планировании новых постройок домов будут предусматриваться и подземные и надземные парковки. Но эти нормы действуют, то есть они будут применяться и к существующему строительству. То есть, если автомобили будут припаркованы и размещаться в неположенном месте, это будет в том числе и нарушение норм строительных и технических, что будет основанием, например, привлечь таких владельцев транспортных средств к ответственности за размещение этих автомобилей. В Министерстве регионального развития считают, что жилое пространство необходимо использовать на благо жителей домов, создавая детские игровые площадки и удобные зоны для отдыха. Деревья, я, конечно, против. Есть места, можно чуть-чуть расширить. Просто, что город немножко узкий, поэтому такие условия. Машины где ставить? А если для этого будут подземные паркинги? Если, конечно, они сначала организованы, а после запретят, то, в принципе, правильно. Если сделают какой-то дополнительный паркинг, тогда это еще возможно. А так машинам-то некуда деться. Такие строительные нормы привязаны к новому закону о правилах парковки, который вступит в силу с сентября этого года, поясняют юристы. Автовладельцев хотят обязать парковать свои машины в приспособленных местах, а не в привычных для них пешеходных тротуарах и других незаконных стоянках. С осени этого года будет введена дополнительная ответственность за незаконное хранение транспортных средств. В том числе появятся специальные парковочные, так называемые, полицейские, которые будут выписывать штрафы за то, что автомобиль, например, находится в неположенном месте. Правонарушения планируют регистрировать с помощью фото- и видеофиксации. А незаконно припаркованное авто будут эвакуировать на специальные площадки. С октября прошлого года действует закон об усилении ответственности за парковку, стоянку и остановку автомобилей на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Нарушителям грозит штраф от 1020 до 1700 гривен. Ольга Куриленко, Александр Логутин и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив». Пациент имеет право и без подписания декларации ходить к своему участковому врачу. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в рамках реформы первичной медицины декларацию подписать все равно придется. Заключить соглашение можно только с одним врачом, но сменить его можно в любой момент. Достаточно составить новый договор о сотрудничестве. Декларирование касается только отношений с врачами первичного звена. Специалиста узкого профиля выбрать нельзя. В Минздраве подсчитали, что оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, для терапевта – 2000, для педиатра – 900 пациентов. Медицинские услуги первичного звена будут бесплатными. В Золочево капитально отремонтируют детскую музыкальную школу. Подробнее об этом после блока новостей экономики. Я передаю слово Ирине Сайко. Здравствуйте! Вы смотрите блог новостей экономики. Харьковский горсовет просит денег из госбюджета для людей с редкими заболеваниями. А чиновники Минфина не видят возможности для повышения минимальной зарплаты с апреля. Далее подробнее об этом и не только. Харьковский городской совет просит из госбюджета дополнительные средства в рамках медицинской субвенции для пациентов с редкими заболеваниями. Обращение к Верховной Раде и к Абмину депутаты приняли на сегодняшней сессии. Мэрии подсчитали, что из необходимых 73 миллионов гривен Харьков может выделить лишь чуть больше 11. Эти деньги необходимы для обеспечения медикаментами и питанием пациентов. Причем 37 миллионов гривен из общей суммы необходимы для детей с редкими диагнозами. Вести трехлетнее планирование в закупке лекарств предлагает Минздрав. С такой инициативой в ходе форума реформы под прицелом выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. В частности, чиновница отметила, что министерство уже подало предложение о введении среднесрочного планирования в сфере государственных закупок. Напомню, в конце марта правительство дало старт закупкам лекарств и средств бюджета 2018 года. Министерство финансов не видит возможности увеличить размер минимальной зарплаты украинцев до 4200 гривен. Об этом заявил замминистра Сергей Марченко. Чиновник сослался на оперативные данные госказначейства по итогам первого квартала текущего года. Так, за три месяца госбюджет недополучил 6 миллиардов гривен. А при условии повышения минималки с апреля потребовалось бы расширение расходной части бюджета на год как минимум на 13 миллиардов. При этом сумма не учитывает расходов на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, а также единой тарифной системы. С учетом этого Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год 30 миллиардов гривен. Продолжаем блок новостей экономики. На очереди постоянная рубрика «Объективные цены». В обзоре пирожное в Эдмэдек Барни. При покупке вы сможете сэкономить чуть больше 5 гривен. И в завершении курс валют от Нацбанка. Доллар 26 гривен 8 копеек. Евро 32 гривны 23 копейки. И польский злотый 7 гривен 75 копеек. На этом у меня все. Продолжат выпуски Екатерина Егоренкова. А я желаю вам удачи в делах и до встречи. Золочево капитально отремонтируют детскую музыкальную школу. Здание постройки 19 века давно требовало ремонта. Обновленная школа откроет двери уже этой осенью. Деньги на ремонт появились благодаря программе децентрализации. Сейчас в здании идут восстановительные работы. Из старого здания делать современную музыкальную школу в Золочеве начали еще в ноябре прошлого года. Однако учебный процесс останавливать не стали. Музыкальные классы временно перенесли в местный дом культуры и две общеобразовательные школы. Тем временем в здании демонтировали старую крышу, перекрытие и пол. Система отопления и водоснабжения. Школа была старой. Особенно запомнились эти ступенечки, которые поднимались. Но сейчас я думаю, что все будет намного лучше. На данный момент строители уже успели провести работы по расширению дверных и оконных проемов, сделать стяжку и усиление кирпичных стен. Заменить старые балки на металлические и установить деревянные конструкции крыши. Проверить ход работ Золочев приехала глава области Юлия Светличная. Мы очень благодарны, Юлия Александровна. Мы наконец-то ждем. Мы с государственным бюджетом, из местного бюджета. Мы очень благодарны, потому что поддержка мистецкой области на таком уровне. Например, я знаю, что в 2017 году открылось шесть новых мистецких школ по Украине. Это очень приятно, потому что наши дети достойны научиться в хороших условиях. Начать столь масштабный долгожданный проект в районе удалось в ходе процесса децентрализации. Благодаря совместным усилиям местной громады и областной районной властей на ремонт музыкальной школы были выделены государственные средства. Громада это ощущает. Если говорить об этом объекте, то тут практически 100% это государственные деньги, не местного бюджета. Но зато вливание сюда государственных денег дает нам возможность обращать внимание на другие объекты, так как вот рядышком детский сад освобождает нас свободные деньги направлять на свои объекты и тратить на нужды громады деньги. В Золочевской музыкальной школе учатся 120 детей. Здесь есть классы гитары, домбры, фортепиано, баяна и аккордеона. После реконструкции учебного заведения здесь планируют открыть дополнительные классы сольного вокала и театральную студию. Окончание ремонтных работ с нетерпением ждет детвора. У нас будет больший зал, у нас будет трехэтажная музыкальная школа, нам там будет цель асфальт тут поставить красивый, будет у нас школа больше. Ход ремонтных работ под личный контроль взяла глава области. Юлия Светличная подчеркнула, что в новом здании после ремонта будет располагаться только музыкальная школа. И сдавать помещение в аренду, как это было раньше, больше никто не будет. Можливости есть и будут возможности. Гарные классы, гарные пианино, гарный концертный зал. Будете радовать и своих родителей, и выкладчиков своими достижениями. Домовились? Да. Ну а если нужна еще какая-то поддержка, то я всегда с вами. Я буду приездить и также слушать ваши концерты. Переехать в обновленную музыкальную школу дети смогут уже этой осенью. Ирина Сайко, Медиагруппа «Объектив». В Национальном техническом университете КПИ ликвидировали факультет авиационных и космических систем. Представители оппозиционных сил в парламенте считают, что это может привести к потере Украины статуса авторитетного авиационного государства. Спустя всего неделю после празднования Дня ракетно-космической отрасли Украины стало известно, что в Национальном техническом университете Украины КПИ ликвидировали факультет, который выпускал специалистов этой отрасли, факультет авиационных и космических систем. Один из лидеров фракции оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул уверен, это разрушение авиационной и ракетно-космической отраслей. Аж был флагманом светового ракетобудования, а сейчас триденный рабочий тиждень. Молодь и уникальные фаховцы освобождаются. До речи, большая количество едет за кордон. Основную массу работников завода составляют 5 метров, потому что, мы говорим, что практически с завода ушла. Люди будут идти работать на предприятия, в том числе и на завод, когда будет достойная работа, на полную рабочую неделю и достойная зарплата. Те люди, которые уехали за границу туда грабатятся, на самом деле, знаете, тоже не всегда стоит завидовать. А вернется сюда человек, когда тут будет у него нормальная работа, нормальная зарплата, и он сможет нормально и достойно кормить свою семью. По мнению Александра Вилкула, отрасль требует немедленного вмешательства, иначе Украина навсегда покинет клуб космических держав. В парламенте уже три года лежат мои законопроекты, загалом семь. Ее мы разработали с экспертами и работниками этих предприятий. Наши законы должны быть на пути повернуть галузь до жизни, начиная от прямого государственного финансирования проектов развития ракетно-космической галузи, погашения за рахунок держбюджета процентов по международным кредитам, до поддержки науки и профильных факультетов для подготовки фаховцев и молодых учеников. Оппозиционер потребовал от парламента безотлагательного рассмотрения его законопроектов. Галина Минайло, медиагруппа «Объектив». Такими были главные темы дня. На сайте «Объектива» всегда есть свежая информация. Будьте в курсе происходящего. Я на этом прощаюсь до завтра. Приятного вечера и до встречи. Харьковчанка Ирина Бойко готовится к отпуску. Вместе с сыном женщина планирует побывать в Грузии. Пришла в центр паспортный сервис, госпредприятие «Документ», чтобы оформить биометрические загранпаспорта. У нас это времени много не заняло. Сделали все быстро и качественно. Я надеюсь, точно так же быстро мы придем и получим паспорта. Для удобства клиентов в Харьковском центре работают терминалы самообслуживания, где можно провести как наличный, так и безналичный расчет. Детская секция и бесплатный Wi-Fi. Помимо биометрического паспорта, здесь также можно оформить ID-карту, справку об отсутствии судимости и проставить апостиль. Дополнительно вы можете приобрести полис медицинского страхования, который является обязательным для выезда за границу по безвизовому режиму. И договор страхования «Зеленая карта». Если вы будете путешествовать с автомобилем. Также у нас сейчас в тестовом режиме работает выездное оформление. Вы можете приобрести на скором времени эту услугу. Харьковский паспортный сервис работает 6 дней в неделю. По будням с 9 утра до 8 вечера. В субботу с 10 до 7. Центр находится на третьем этаже торгового центра «Авэплаза» на улице Сумской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова